Вот так оперативно работают юношеские молодежные отряды добровольной дружины. Они патрулируют улицы и массовые мероприятия, а также помогают подросткам, состоящим на профилактическом учете. А с этого года на страже правопорядка стоят и женские молодежные отряды. В Полоцке около 50 девушек вступили в ряды дружинниц. На территории Полоцкого региона в текущем году было создано два отряда добровольных молодежных дружин. Это девушки именно из учреждения образования Полоцкий педагогический колледж и Полоцкий медицинский колледж. Девушки из числа добровольных дружин, вот именно девчачьи, можем так сказать, выходят вместе с сотрудниками отдела ГАИ и разъясняют правонарушителям меры административной ответственности, а также необходимость соблюдения правил дорожного движения. Каждую среду активисткам раздают листовки и жилеты, далее они проходят развод и вместе с сотрудниками ГАИ отправляются по специально назначенным маршрутам. Мы вместе с сотрудниками ГАИ проводим разные акции. Также и сегодня проводим акцию «Обозначь себя и своего ребенка». Есть также другие акции, и на них мы вручаем буклеты и кликеры пешеходам. Я вступила в молодежную дружину, так как это почетно, и я хочу в то же время быть полезной для общества, ну и также это интересно для меня. Плюсы того, что я составил молодежную дружину, это мое имя висит на доске почета и прибавка к сипедии. Здравствуйте, меня зовут Марина, я составил молодежную дружину, и хочу вам поделиться к этому слову, обозначьте себя и своего ребенка, и с темнотепной дорогой. Спасибо. А вот и явный пример тех, кому не лишним будет напомнить о том, что переходить дорогу нужно в разрешенных местах. Здравствуйте, молодежная дружина, обозначьте себя в темнотепе и переходите дорогу в положенном месте, не нарушайте больше. Спасибо большое. Прежде чем выйти в первый рейд, дружинницы обязательно проходят специальную подготовку. Для самих девчонок это хорошее развитие, это хороший активный досуг, потому что с ребятами занимаются и другие сотрудники РУВД, которые проводят с ними занятия как теоретические, так и по подготовке спортивной. Где-то есть приемы самообороны. Однако использовать приемы рукопашного боя хрупким девушкам не приходится. Рядом с дружинницами всегда находится сотрудник ГАИ. И, кстати, за усердную работу активисток ждет хороший бонус – рекомендации для получения образования в учебных заведениях силовых структур. На сегодня наша задача выполнена. Спасибо за проделанную работу. Будем рады вас видеть всегда. За порядком на улицах города также следили Виктория Ходосок и Андрей Новгородцев. Утро. Студия. Хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова